Всем привет, здравствуйте, с вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. Мы готовимся к ЕГЭ и в этом коротком видео изучаем, повторяем тему предпринимательства, издержки и источники финансирования бизнеса. Начинаем с определения. Предпринимательство – это инициативная, самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени на свой риск и направленная на получение прибыли. Мы видим, что из этого определения у нас прекрасно выводятся признаки понятия для 18-го задания. Роль предпринимательства в жизни общества велика. Во-первых, предприниматели создают необходимые обществу экономические блага, иначе говоря, товары и услуги для удовлетворения потребностей человека и общества. Также предприниматели создают рабочие места. То есть, если человек открыл бизнес, он уже себя, по крайней мере, обеспечил работой, он уже не безработный. Также, вероятно, предприниматель будет нанимать сотрудников и им тоже предоставит рабочие места. В этом смысле поддержка государства малого и среднего бизнеса, стимулирование предпринимательской деятельности – это важный, эффективный способ для государства бороться с безработицей. Ну и бизнес предпринимателей стимулирует научно-технический прогресс. Опять же, желая привлечь к себе клиентов, максимизировать прибыль, предприниматели очень заинтересованы в новейших технических разработках. Даже крупные компании создают какие-то исследовательские центры, лаборатории, привлекают туда исследователей и тем самым поддерживают прикладную науку. Вот то, что мы сейчас назвали – это функции предпринимательства. Очень часто на ЕГЭ просят проиллюстрировать их примерами. Давайте мы это сделаем. Примеры функций предпринимательства. Ну вот, создание необходимых обществу товаров и услуг для удовлетворения общественных потребностей. Скажем, предприниматель Иванов создал в Подмосковье тепличное хозяйство, выращивает помидоры и огурцы и продает их на местном рынке и в магазинах, тем самым обеспечивая население свежими овощами. Создание рабочих мест. Ну, скажем, владельцы ООО «Удобный стул» Максим и Андрей решили расширять производство и наняли на свое предприятие 20 дополнительных сотрудников, предоставив таким образом им работу. Стимулирование научно-технического прогресса. Ну, скажем, фирма Яндекс, разрабатывая и совершенствуя различные сервисы, скажем, Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, занимается исследованиями машинного обучения и в целом способствует развитию IT-отрасли, тем самым стимулируя научно-технический прогресс. Двигаемся с вами дальше. Вот у нас, например, есть определение фирмы. Мы можем осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не образуя юридическое лицо, но также можем создать юрлицо, фирму. Фирма по определению – это коммерческая организация, производящая экономические блага для продажи с целью получения прибыли. Ну, вот признаки фирмы тоже видите. И в конспекте, который идет к уроку, тоже все это есть. Мы сказали, что цель предпринимательской деятельности – это получение прибыли. Прибыль – это положительная разница между суммарными доходами производителя товаров и услуг и его расходами. То есть важно понимать, вот если вы открыли фирму и вам клиенты платят, то вот те деньги, которые вы получили за день, продавая свои товары и услуги, это еще не прибыль, это выручка. Вам нужно из вот этой выручки вычесть все издержки, то есть все затраты, и тогда вот вы получите прибыль. Есть разные классификации предпринимательства. По масштабу можно его поделить на малое, среднее, крупное. Ну, обычно не просят никаких подробностей, то есть какая численность работников, или какой там оборотный капитал, или там уставной капитал. Вот просто достаточно, что тут есть малый, средний, крупный бизнес. Кстати, заметим, предпринимательство и бизнес, ну, по крайней мере, в рамках наших заданий, это абсолютные синонимы. Также предпринимательство классифицируется по организационно-правовой форме деятельности, то есть по тому, как в законном порядке предпринимательская деятельность зарегистрирована. Если мы действуем от своего имени, да, без образования юридического лица, то это индивидуальное предпринимательство, ИП, да, то, что называется. Также мы можем создать юрлицо. Здесь много вариантов. Это может быть хозяйственное общество, например, общество с ограниченной ответственностью, ООО, или акционерное общество, они бывают публичные, непубличные. Мы можем создать хозяйственное товарищество, можем создать производственный кооператив. Это тоже, на самом деле, важная для ЕГЭ тема. Мы ее разберем в теме организационно-правовой формы предпринимательства отдельно, потому что, думаю, вы в курсе, нужно знать признаки производственного кооператива, признаки хозяйственного товарищества, признаки хозяйственного общества. Но если мы пишем вообще просто план про предпринимательство, в 24-м задании у вас этот план, то вам нужно сделать обязательно пункт «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» и там просто назвать любые три организационно-правовые формы. Например, индивидуальное предпринимательство, хозяйственные общества и производственные кооперативы. Ну, любые три. Дальше едем, переходим к теме «издержки». Вот это то, что на экзамене всегда обязательно спрашивают, в тестиках очень любят. И «издержки» по определению – это затраты производителя на приобретение и использование факторов производства. Вообще, когда мы решаем с вами тесты ЕГЭ, то мы знаем, что там спрашивают именно про постоянные переменные издержки. Это точно надо знать, хорошо понимать, помнить. Сейчас обсудим. Но в действительности, кроме постоянных и переменных издержек, есть еще виды издержек. На всякий случай давайте мы их тоже обсудим. Смотрите, во-первых, все издержки, то есть все затраты, которые несет производитель, фирма, индивидуальный предприниматель, можно в самом начале, наиболее масштабно, поделить на внутренние, они же альтернативные, неявные, и внешние, они же явные, бухгалтерские издержки. В чем здесь идея? Вот смотрите, когда мы для своей фирмы, для своего бизнеса приобретаем различные факторы производства, различные ресурсы, сырье, нанимаем работников и платим им зарплату, когда мы платим за электроэнергию, за аренду помещений и так далее, когда мы приобретаем необходимые для бизнеса ресурсы у сторонних лиц, то есть это не наши ресурсы, мы их у кого-то приобретаем. Вот это будут внешние, они же явные, они же бухгалтерские издержки. И вот, соответственно, они, внешние, они же явные, они же бухгалтерские издержки, делятся на постоянные и переменные. Но кроме внешних, они же явные, бухгалтерские, есть еще внутренние, они же альтернативные, они же неявные. Это хитрая штука. Это стоимость собственного ресурса, которым обладает владелец бизнеса. И это тот доход, который мог бы получить предприниматель, если бы занялся чем-то альтернативным, а не своим бизнесом, или вообще пошел работать по найму. То есть, вот смотрите, например, у вас есть какое-то помещение, и вы там открываете, скажем, автомастерскую, колеса будете менять и вообще машины ремонтировать. Вот ангар, вот это помещение, в котором вы открываете автомастерскую, предположим, оно ваше, в вашей собственности. Ну, и вы вообще-то можете оценить, а какой бы у вас был доход, если бы вы не автомастерскую здесь устроили, а что-то другое, или, может быть, сдали бы это помещение в аренду какой-то другой фирмы и получали бы арендную плату, или вы вообще бы просто, не знаю, продали бы это помещение, а сами пошли бы работать в найм за зарплату. Вот там не получилось бы, например, что у вас был бы больший доход, чем в ситуации, когда вы это помещение используете под свою собственную автомастерскую, под свой бизнес. Вот это будет пример внутренних, иначе говоря, альтернативных издержек. То есть, вы должны еще осознавать, что у вас есть какая-то альтернатива, что вы можете чем-то другим заниматься, извлекать прибыль, зарабатывать. И надо оценить альтернативные варианты, да, и посмотреть, не было бы там, например, у вас больше бы дохода. И вот эту стоимость собственного вашего ресурса, принадлежащего вам, и это ваше помещение, да, ваше вложение, ваше, может быть, собственное оборудование, и даже ваше собственное время, навыки, квалификация, образование, вот это все дает нам внутренние, иначе альтернативные или неявные издержки. Да, то есть, если вдруг где-то в задании вы встретите, что вот бывают внутренние и внешние издержки, ну, отвечаем, да, не пугаемся, да, или, может быть, написано, скажем, альтернативные и бухгалтерские. Ну, вот тоже, да, мы это обсудили. Но в действительности, конечно, прежде всего, да, мы говорим в рамках нашего экзамена про постоянные переменные, которые, еще раз скажем, относятся к внешним, иначе явным бухгалтерским издержкам. Ну, здесь вот у нас такая математика, не знаю, насколько она вам по душе, да, то есть, ну, вот мы можем рассчитывать разные показатели. Ну, вот, например, постоянные переменные издержки вместе называются совокупные издержки. А себестоимость продукции – это совокупные издержки, то есть, постоянные плюс переменные, поделенные на количество выпущенной продукции. Это тоже важный момент, то есть, мы, когда занимаемся бизнесом, мы должны очень хорошо просчитать, сколько у нас уходит денег, каковы наши расходы на производство единицы товара. Да, ну, то есть, вот, например, у нас, опять же, автомастерская, и, вот, скажем, там, помещение, оно наше в собственности, но, кроме этого, мы там наняли сотрудников, должны им платить. Мы закупаем материалы, мы платим за электроэнергию, мы, вероятно, платим за охрану, да, мы все это суммируем за определенный период, ну, за месяц обычно, и делим на количество выпущенной продукции, ну, в нашем случае, например, на количество отремонтированных машин, да, например, ну, или еще проще это, вот, там, на пекарне, например, показать. Опять же, мы суммируем все расходы, то есть, там, вот, ингредиенты, мука, масло, яйца, работа повара, опять же, там, скажем, аренда, охрана, коммунальные платежи электроэнергии, все-все-все за месяц считаем, это наши совокупные издержки, и смотрим, а сколько мы за этот месяц испекли, там, тортиков, например, да, и делим совокупные издержки на количество изготовленной продукции, и мы получаем себестоимость продукции. И почему это важно? Потому что, назначая конечную рыночную цену своего товара, вот за сколько мы будем продавать наш тортик покупателю, потребителю, вот важно, да, чтобы эта цена была, как бы, не ниже себестоимости, иначе мы 100% уходим в минус, и, в общем, ну, это уже не бизнес, да, это уже что-то другое, потому что цель бизнеса, предпринимательства, получения прибыли. Вот. Ну, и давайте теперь уже смотреть на постоянные переменные издержки. Постоянные издержки – это затраты, которые не зависят от объема выпускаемой продукции, то есть вы можете производить больше, меньше, постоянные издержки не поменяются. Что относится к постоянным издержкам? Арендная плата, страховые взносы, выплата процентов по ранее взятому кредиту, заработная плата управленческого персонала, иначе может быть написано оклад администрации, расходы на коммунальные платежи, расходы на охрану, командировочные и представительские расходы, и амортизационные отчисления. Значит, ну, во-первых, надо это все выучить, но я сейчас попробую прокомментировать, чтобы у вас было понимание, почему все-таки это постоянные издержки, и, вероятно, так они запомнятся вам лучше. Давайте смотреть, вот арендная плата за помещение. Если у нас помещение в аренде, то нашего арендодателя вообще не беспокоит, как у нас идут дела, много или мало мы производим, каковы наши прибыли, да, там, ну, мы все каждый месяц платим одну и ту же аренду, да, она как бы вот неизменно, независимо от объемов нашего производства. Поэтому аренда – это постоянная издержка. Страховые взносы, предприниматели должны их регулярно по закону уплачивать. Опять же, ну, независимо, да, от того, как идут дела, много или мало мы производим. Выплата процентов по ранее взятому кредиту. Та же логика. Если вы взяли кредит, вы ежемесячно выплачиваете определенный процент до того времени, пока не погасите весь кредит, да, и неважно, много или мало вы производите в этот период, да, в один месяц мало, в другой много. Здесь у вас большая была прибыль, здесь как-то вот прям в минус ушли. Банку все равно, да, независимо от объема производства вы платите процент по кредиту. Поэтому это постоянная издержка. Заработная плата управленческого персонала, иначе оклад администрации. Значит, оклад – это повременная зарплата, то есть вы нанимаете сотрудника, ну, скажем, бухгалтера или менеджера, и говорите, вот за месяц, например, твоя зарплата, ну, скажем, там 40 тысяч рублей, да, в какой-то месяц у вас фирма работает более активно, ваш менеджер больше делает или ваш бухгалтер в какой-то меньше. Но вы с ним договорились именно на повременную зарплату, да, вот на этот оклад. И поэтому независимо от объема производства вы ему ежемесячно его выплачиваете. Поэтому заработная плата управленческого персонала, иначе оклад администрации, ну, или просто слово оклад, да, это постоянная издержка предпринимательской деятельности. Расходы на коммунальные платежи. Тут важно понять, что коммунальный платеж – это не электроэнергия по счетчику, это не вода по счетчику, да, это тот платеж, который высчитывается из площади помещения, и он как бы за то, что к вашему помещению, к вашему офису, например, подведены вообще коммунальные, коммунальные блага, коммунальная инфраструктура. То есть вообще в целом вот у вас есть в офисе водоснабжение вообще как явление, канализация вам подключена, отопление подключено, да. И вот за то, что вот это все у вас есть, вот платится коммунальный платеж. Электроэнергия по счетчику, водоснабжение по счетчику – это отдельно, это уже будет к переменным издержкам относиться. А здесь коммунальный платеж – это то, что высчитывается из площади помещения, и это не зависит от объема производства. Коммунальные платежи – это постоянная издержка фирмы. Расходы на охрану. Опять же, там наняли вы, посадили вот охранника, да, и платите ему зарплату. Или вы сигнализацию установили и тоже ее регулярно оплачиваете. Независимо от объема вашего производства у вас есть этот расход на охрану постоянный, да, это постоянная издержка. Командировочные представительские расходы – тоже часто люди их путают. Почему это постоянная издержка? Ну, что смотрите, если вы вашего сотрудника отправляете в командировку, ну и, соответственно, вам нужно ему приобрести билет на поезд или на самолет, оплатить гостиницу, да, вот сколько все дело будет стоить, сколько стоит, соответственно, билет на поезд или на самолет, сколько стоит гостиница – это не зависит от объема вашего производства, да. Вы все равно вот как бы это платите. Да, в какой-то командировке больше у вас получилось, в какой-то меньше, но это не зависит от объема производства. И если вашему сотруднику вот такая у вас деятельность, такая фирма, нужно с какой-то периодичностью отправляться в командировки, встречаться там с клиентами, то у вас вот просто, ну, есть командировочные расходы, да, независимо от объема производства. Поэтому командировочные и представительские расходы – это постоянные издержки. И амортизационное отчисление – это не ремонт. Ремонт будет переменной издержкой, амортизационное отчисление – постоянное. И вот это затраты, которые связаны с проблемой постепенного изнашивания основных фондов, то есть основного оборудования. Тут идея в том, что приобретя необходимое для вашего бизнеса оборудование, если у нас пекарня, то печь, например, да, мы понимаем, что это оборудование просто имеет срок эксплуатации. Вот даже если оно не сломается, прекрасное оборудование, замечательное, но рано или поздно оно неизбежно выйдет из строя. Плюс его нужно регулярно обслуживать, что-нибудь там настраивать, менять какую-нибудь вот там деталь, да. И вот это и будет амортизация, и мы должны ее изначально закладывать, независимо от объема нашего производства у нас эта амортизация будет, просто потому что идет время, и со временем все материальное как бы ветшает, да. Поэтому амортизационное отчисление – это постоянная издержка. Смотрим теперь переменные издержки. Переменные издержки – это затраты, которые зависят от объема выпускаемой продукции. То есть если вы производите больше, переменные издержки растут, если производите меньше, переменные издержки снижаются. Что относится к переменным издержкам? Сырье, электроэнергия, топливо, транспортные услуги, тара и упаковка, сдельная зарплата и ремонт. Такая же, в общем, логика. Старайтесь себе ее проговаривать и точно не запутаетесь в тестах. Вот смотрите, сырье. Если я пеку в этом месяце больше тортика, вот там свадебный сезон, горячая пора, все у меня заказывают тортики, то мне понадобится больше яиц, муки, масла. Я на сырье потрачу больше. У меня издержки на сырье будут больше. Почему? Потому что у меня больше объем производства. Вот затраты на сырье, переменная издержка. Зависит от объема производства. Электроэнергия, то же самое. Вот какой-то месяц вы работаете прям в три смены, у вас постоянно крутится счетчик, у вас работают станки, свет горит, у вас будет большой счет за электричество в этом месяце. Другой месяц вы ушли все в отпуск. Вообще, может быть, закрыли на две недели свой офис, и все, и не появляйтесь. И свет не горит, и оборудование не работает. У вас за электроэнергией будет что-то совсем минимальное. Понятно, что электроэнергия нам нужна больше или меньше в зависимости от объема производства, поэтому оплата электроэнергии – это переменная издержка. Топливо – то же самое. У вас, например, таксопарк, такси. Понятно, что если вы больше осуществляете перевозок в какой-то период, вам нужно больше топлива, и издержки на него будут больше. Ну и в обратную сторону тоже работает. Транспортные услуги. Если вы больше произвели, и вам нужно больше заплатить за доставку своей продукции, и за ее перевозку, то эти издержки тоже транспортные у вас вырастут. Транспортные услуги – переменная издержка. Тарая упаковка. Ровно такая же логика. Больше произвели, нужно больше упаковки. Придется больше ее купить. Ну и в обратную сторону также. Тарая упаковка – переменная издержка. Сдельная зарплата. Сдельная зарплата – это когда вы платите работнику за количество изготовленной продукции. То есть, если, например, вы наняли мастера в свою автомастерскую на условиях сдельной оплаты труда, то вы, например, ему говорите, вот там за одну починенную машину тебе, например, 1000 рублей. Ну, условно, да, это может быть любая договоренность. Ну и, соответственно, если наш мастер одну машину отремонтировал, вот получит 1010 отремонтировал, получит 10 тысяч. Соответственно, сдельная зарплата зависит от объема производства, и поэтому это переменная издержка. Ну и ремонт, да, у нас может сломаться что-то внезапно, да, ремонт часто требуется, если мы что-то очень интенсивно производим, да, поэтому, ну, в какой-то степени ремонт коррелируется с объемом производства, и ремонт – это переменная издержка. Еще раз скажем, коммунальный платеж – постоянная, оплата электроэнергии – переменная, амортизационное отчисление – постоянное, а ремонт – переменная. Ну и, понятное дело, что очень важно для успешного осуществления предпринимательской деятельности оценить, вот прям серьезно оценить свои издержки, да, тогда мы можем надеяться на успех и на устойчивую прибыль. Ну и давайте поговорим про источники финансирования бизнеса. Финансирование – это способ обеспечения предпринимательства денежными средствами, а источники финансирования бизнеса – это каналы, имеющиеся и возможные для получения финансовых средств. Для полноценной работы предприятия бывает, что собственных средств недостаточно, да, то есть мы хотим, скажем, расширяться, или какая-то ситуация, например, экономический кризис, инфляция, да, и нам нужно изыскивать другие какие-то альтернативные источники. Вот давайте посмотрим, какие же есть источники финансирования у бизнеса. Значит, если мы пользуемся теми средствами, которые принадлежат нам, вот собственникам бизнеса, да, если мы пользуемся теми деньгами, которые образуются в результате полезной деятельности нашей фирмы, вот внутри фирмы как бы образуются, то это будут внутренние источники финансирования бизнеса. Это прибыль прежде всего, да, вот вы заработали и вложили прибыль в развитие, ну вот внутри вашей фирмы, благодаря ее деятельности образовалась прибыль, дальше вы ее используете для дальнейшего развития своего предприятия, поэтому, понятно, прибыль – внутренний источник финансирования бизнеса. Доходы от собственности, например, у вас есть квартира, и вы, например, ее продали и вложили деньги в свой бизнес, ну или там сдали в аренду, и эти деньги используйте, опять же, для развития своего дела. Вот это ваша собственность, да, это внутренний источник финансирования бизнеса. Дополнительные вложения. Здесь имеется в виду, что мы свои личные деньги дополнительно вкладываем, ну тоже вот, они наши, да, это внутренний источник. Амортизационные отчисления, то есть когда вы регулярно откладываете деньги на амортизацию, понимая, что ваше оборудование постепенно изнашивается, устаревает, его нужно будет обновить, это постоянная издержка. Но когда вы уже вот как бы эти амортизационные отчисления накопили, и вот наконец-то вы их используете для того, чтобы обновить оборудование, да, амортизационные отчисления становятся внутренним источником финансирования бизнеса, потому что вы сами и копили, да, их. Внешние источники финансирования бизнеса – это когда, очевидно, мы привлекаем деньги извне, да, как бы из окружающего нас мира, у других людей. Они не связаны с нашей собственностью, с нашими личными финансами и не связаны с полезной деятельностью нашего предприятия, да, они извне приходят, поэтому внешние источники. Здесь у нас банковский кредит, очень распространенная форма финансирования бизнеса. Здесь у нас инвестиции, то есть если вы ищете инвесторов, которые готовы долгосрочно вложить свой капитал с целью затем получить прибыль, да, то привлекая инвестиции, вы пользуетесь чужими деньгами, деньгами инвесторов, и это внешний источник для вас. Доход от продажи акций и облигаций. Может быть написано доход от эмиссии и продажи ценных бумаг предприятия. Но это одно и то же, да, предприятие может упускать акции и облигации. Это внешний источник. И здесь смотрите, какая логика. Ну, безусловно, акцию или облигацию своей фирмы выпустили вы, но пока вы ее только выпустили, она еще не источник финансирования, да, это как бы ценная бумага, вот и все. Акция или облигация, то есть выпущенные вами ценные бумаги, становятся для вашей фирмы источником финансирования, когда другие люди внешние их покупают. Да, какие-то люди купили акции вашей фирмы, и тем самым у вас появились деньги, они пришли извне от других людей для финансирования дальнейшего развития своего дела. Поэтому доход от эмиссии и от продажи ценных бумаг предприятия, акций и облигаций – это внешний источник финансирования бизнеса. Также предприятие может финансировать государственные субсидии и дотации, привлекать точнее, да, и государство таким образом через субсидии и дотации может помогать бизнесу, да, давать деньги на развитие. Субсидии и дотации – это, собственно, и есть денежная помощь государства фирмам. Да, и, соответственно, если вы привлекли вот субсидии и дотации, да, вам государство их предоставило, деньги пришли опять же извне от государства, это внешний источник финансирования бизнеса. И еще одна маленькая тема, которая, да, может встретиться – это конкурентные преимущества фирмы. То есть вот любая фирма, она хочет выигрывать в конкурентной борьбе, она хочет победить как бы конкурентов, да, больше заработать. И для этого нужно использовать имеющиеся у вас конкурентные преимущества. И их делят на недолговечные и долговечные. В чем идея? Недолговечные преимущества – это те, которые очень легко могут исчезнуть, пропасть через какое-то, в общем, небольшое количество времени. Причем мы даже здесь не говорим, вот там это год или два, или пять, или десять. Ну, вот это что-то, да, что, в общем, легко может у вас как бы отпасть, и уже не будет этого конкурентного преимущества. Здесь вот в недолговечных источниках у нас все то, что связано с низкой стоимостью ресурса. То есть это дешевая рабочая сила, дешевое сырье, дешевое оборудование, дешевая аренда, какая-то льготная аренда, например, на определенный срок. Дешевые льготные кредиты. Ну, вот, например, вам сегодня удалось найти работников, например, в стране экономический кризис, вам удалось найти работников, которые прям совсем за маленькую зарплату готовы у вас работать. Ну, как бы вы им платите низкую зарплату, да, небольшую, ниже, чем конкуренты. И в этом смысле ваши издержки снижаются, себестоимость вашей продукции снижается. И вы можете продать свой товар конечному потребителю тоже дешевле, и тем самым вообще тоже выигрывать в конкуренции, да. Потому что, ну, просто по закону спроса, то, что дешевле пользуются большим спросом, вероятно, да, если вы снизите цену за счет сокращения издержек, и конкретно, например, за счет сокращения вот зарплат, да, стоимости рабочей силы, ну, вас будут больше покупать. Вот, но завтра что-то изменится. Например, государство поднимет минимальный размер оплаты труда, или, там, ваши работники обратятся в профсоюз и будут требовать повышения зарплаты или еще что-нибудь, да, ну, все, вы потеряете это конкурентное преимущество. И также работает со всеми другими вот этими вот преимуществами, которые основаны на дешевизне, да, на низкой стоимости ресурса. Они не долговечные. А долговечные конкурентные преимущества фирмы, они связаны с качеством и уникальностью. То есть, если у вас уникальная продукция, у вас уникальная технология, у вас какие-то вот уникальные высококлассные специалисты, у вас уникальный ресурс имеется, которого нет у других, или у вас уже известный, уважаемый бренд, у которого, да, например, даже по более высокой цене люди готовы покупать. Вот это все дает вам возможность долго выигрывать в конкурентной борьбе. Обратите внимание, да, это иногда и в тестах бывает, и, ну, может и во второй части быть. Темы эти несложные, но тесты, особенно про источники финансирования бизнеса, часто бывают заковыристыми. Поэтому обязательно сделайте задания, которые у вас идут в домашней работе к этому уроку. И до встречи!